Кубань захватил свирепый скандинавский викинг. И это о погоде. А именно о циклоне с севера Европы. Можно сказать, он украл наше летнее тепло и принес холодную атмосферу. Еще вчера все ходили в легких куртках, а вот сегодня пришлось утеплиться. Кубанская погода переменчива. И выходя из дома, не знаешь, что с собой взять. Зонт или солнечные очки. А вот горожане в мнениях разделились. Кто-то давно ждал настоящую осень, а некоторых жизнь к этому не готовила. А вот почувствовать дыхание не осени, а зимы можно в Сочи. Правда, придется добраться до Красной Поляны. Здесь даже можно поиграть в снежки. Это проверила и наш корреспондент в Сочи Юлия Проценко. Мы на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь довольно прохладная температура воздуха 0 градусов. Чуть ниже, на высоте 1460 метров снега нет. Продолжается золотая осень. Ну, а это уже будущая горнолыжная трасса. Ее припорошила снега. Этого недостаточно для того, чтобы кататься. Здесь людей много. Специально поднимаются, чтобы посмотреть на заснеженные горы буквально с высоты птичьего полета. О том, что кубанская погода коварна, мы уже говорили. Вот и каштаны в Мостовском районе явно перепутали октябрь и май и начали цвести. Цветет каштанчик. Октябрь месяц. Даже вот уже есть воды у кого-то. Вообще, на выходные погода сделала небольшие послабления, чтобы мы могли немного прогуляться по улицам. В субботу-воскресенье практически без осадков. Днем будут прояснения, больше солнышка. Ветра такого сильного мы уже не ожидаем. По прогнозам синоптиков, до конца месяца резкого потепления не стоит ждать. Все-таки середина осени. И край постепенно готовится к зиме. Алина Сорокина, Татьяна Дубинская, Сергей Целиков, Кубань, 24, Краснодар, Сочи.